Приветствую друзья на связи Андрей Жариков и как вы знаете есть известный канал QW Leonora Swiss Consulting на который подписано более 14 тысяч человек и на котором регулярно проводятся бизнес кофе по компании сначала Квестра и Агам позднее по компаниям Leonora Swiss Consulting и Five Beans но что интересно если раньше на каждой неделе проводилось по несколькой кофе то самый последний кофе проводился 5 сентября проводила его Кира Антипина а сегодня у нас уже 15 сентября то есть бизнес кофе не было уже 10 дней то есть на этой неделе ни одного бизнес кофе не было и это знаете ли наводит уже на некоторые размышления что похоже кофе то у кофеваров закончился вообще если прокрутить прокрутить вот всю эту страницу в самый низ и посмотреть с чего начиналось тоже можно прийти к определенным интересным заключением давайте вот крутим самый низ можно заметить что данный канал начинался с обычных видео роликов мотивация как приглашать сетевой маркетинг не тратя нервы как объединить портфель в компании Квестра Агам вот и вывод создание кошельков ну и так далее то есть обычные такие ролики вот 21 августа закончился отпуск и радостный видеоролик такой о вывод заработал но те кто помнят этот момент знают что да вывод на короткое время открыли и люди сделали заявки на вывод но фактически деньги людям на кошельки не пришли а все вернулось обратно и вот это уже конференция так понимаю 24 августа конференция с участием рабала и гилоберта на которой было объявлено разделение компаний что от Квестра Ворлд отпочковывается Леонора а от Агам отпочковывается Фуа ну и собственно вот первый самый кофе который провела Ольга Клейнард он состоялся 9 октября семнадцатого года смотрите как интересно я бы например понял если бы кофе проводили в те дни в те времена когда еще компания нормально платила там например в шестнадцатом году или в первом первой половине семнадцатого года а потом как бы по инерции стали продолжать а здесь получается фактически как мы с вами знаем в Европе в Европе вывод был прекращен первого августа когда компания объявила что уходит в отпуск и как мы с вами знаем вывода нет до сих пор да а Ольга Клейнард решила начать проводить кофе в октябре месяце то есть уже август нет выплат сентябрь нет выплат и вот на 9 октября Ольга Клейнард решила начать проводить я конечно понимаю может быть она хотела поддержать команду как-то морально потому что люди стали унывать потом стали подключать и других участников как давайте ребята вот ну скажем поддержим команду взбодрим народ и вот мы смотрим тут разные участники подключаются выступают проводят кофе проводят 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 так смотрите представляете сколько слов было сказано на этих кофе сколько умных вещей говорилось все замечательно просто просто замечательно и шикарно но проходила неделя за неделей проходил месяц за месяцем как мы знаем и что-то несмотря на все обещалки вывода все так и не было и наступил момент когда у господ кофеваров в голове что-то там стало щелкать и они стали понимать что наверное ну как бы не совсем правильно что ли рассказывать о великой компании великой корпорации когда извините полгода выплат нет да и они стали ну перестали точнее проводить кофе вот например мы здесь видим последний кофе который провел джавид гасанов где он объявил что остается в компании инвестором и не хочет больше быть партнером и самое забавное что ольга клейнарт которая собственно все эти кофе ты и начала и которая говорила что она будет в компании до конца она закончила проводить кофе практически одновременно с джавидом в марте месяц этого года то есть полгода назад но остальные господа еще имели видимо запал и мотивацию продолжать это дело хотя как видите уже многие сдулись и количество проводящих уже стало все меньше и меньше ну и собственно последние месяцы в основном вещали только два две самых два самых стойких оловянных солдатика будем так говорить компании леонора свис это людмила афонина и кира антипина я понимаю что может быть они хотели так показать что вот там лидеры все уже поздувались даже которые статусом выше нас а мы вот такие молодцы мы верим в компанию до конца идем с компанией до конца но вы знаете как то когда компания обещает целый год и ничего не делает как знаете желание это наверное пропадает ну и собственно как мы знаем мистер диего тут всех смотивировал что в августе все будет но вот у нас уже на дворе 15 сентября середина сентября мистер диего по-прежнему в компании никто никаким генеральным директором его не назначили на собеседование в дубае никого из директоров не пригласили то есть все все то что компания обещала за последний там год можно сказать она так и осталось словами то есть все осталось балобольство те кто подписан на мой канал кто смотрит мои трансляции вы знаете мою позицию то есть я считаю если как в какой-то компании начались проблемы с выплатами то я не рекомендую в такую компанию инвестировать потому что весь опыт предыдущих лет в мире инвестиций показывают что ничем хорошим это не заканчивается нет ни одной компании на рынке инвестиций которая бы прекратила выплаты год не платила а через год воскресла и всем заплатила те из вас кто там приводят какие-то примеры типа кайроса до кайрос там попытался свой токен какой-то сделать или а mercury global да это были попытки воскрешения но самое то забавное что старые инвестиции старые деньги инвесторам никто не выплатил как правило во время такого рестарта будем говорить инвесторам просто нужно вносить новые деньги поэтому а те из вас которые умничают и говорят но вот были примеры когда компания воскресала да она воскресала но от инвесторов требовала вносить новые деньги вы согласны на таких условиях первое видео компании квестра и агам я записал 26 мая 2017 года ровно на следующий день после того как компания заблокировала финансовые операции в германии польши казахстане украине когда компания массово блокируют вывод тысячам инвесторов это очень плохой признак для любой финансовой для любой инвестиционной компании и конечно за прошедшие 15 месяцев я неоднократно слышал свой адрес да ты негативщик ты проплаченный тролль да ты ничего не понимаешь и в инвестициях вон он у нас такие крутые специалисты работают которые там чуть ли не банкирами были и так далее и так далее но вы знаете ребята есть хорошая пословица время все расставляет по своим местам вот прошло 15 месяцев и что же мы видим мы видим что несмотря на тысячи ваших аргументов которые вы приводили на кофе несмотря на все на ваши умные рассуждения как вы знаете некоторые даже медитировали некоторые на картах дорога далее экстрасенсов спрашивали да что-то несмотря на все ваши ужимки несмотря на все ваши попытки реанимировать компанию что-то никак это ей не помогло как говорится мертвому при парке так вот вопрос ребята кто же в итоге оказался прав ну получается что андрей жариков и те кто собственно указывал что именно в мае семнадцатого года в компании начались уже проблемы и компания пошла к своему концу вот те и оказались правы а тем кто любит смотреть бизнес кофе я рекомендую задуматься кого же все-таки стоит слушать тех чьи прогнозы сбываются или тех кто целый год вам красиво вешает лапшу на уши а прогнозы все никак не сбудутся несмотря на все красивые слова несмотря на тысячи аргументов помните знаменитый лозунг знание сила и это действительно так но знание должно быть правильным достоверным потому что если знание извините основаны на лжи на каких-то непроверенных фактов она приведет вас тупик иногда даже катастрофе были случаи когда авиалайнер разбивался из-за того что него навигационное оборудование неправильно работало из-за неправильных там координат или высоты лайнер врезался например люди погибали и точно так же в мире инвестиций на моем канале очень много людей писала в комментариях что когда они сделали инвестицию только потом они узнали что в компании уже несколько месяцев вывода нет что их оказывается заводили через внутрянку а когда пришло время им самим выводить им стали говорить ну не проблема приглашайте других на презентации им продадите свою внутрянку вот так такой вот подход но если у человека совесть еще есть конечно он так не будет делать в отличие от кофеваров и тех лидеров которые до сих пор свои офисы имеют представьте если вы встретите взрослого человека и в разговоре выясняется что этот человек не в шутку а на полном серьезе пишет письма деду морозу и загадывает желание вот именно не в шутку а он реально верит что такой сказочный персонаж существует и вот надо ему писать письма загадывать желание не сбудутся вот вы как на этого человека будете смотреть ну наверное подумайте что наверное что-то с ним не то да я много раз приводил простой факт что до среди высокодоходных компаний которые обещают 20-30 процентов в месяц были долгожители которым удавалось проработать полтора два даже больше двух лет но что-то и не слышал чтобы например одна высокодоходная компания проработала три года пять лет десять лет и так далее ну просто такого не было и поэтому когда на кофе вам человек начинает рассказывать нет наша компания не такая она вот полностью легально она вот может зарабатывать 20-30 процентов в месяц до а зарабатывают эти прибыли волшебные управляющие при этом как компания умудряется эту прибыль делать когда у нее деньги оказывается заморожены были 10 месяцев никто так и не объяснил не диего никто либо другой и вот и подумайте вы серьезно хотите идти за людьми которые верят деда мороза или которые приглашают вас в компанию с доходностью там 25-30 процентов и настаивают что это не хайп а реальная компания она будет работать пятьдесят лет ну флаг в руки раба на шее в общем сам факт того что бизнес кофе на этой неделе не было говорит о том что у кофеваров кофе закончился а именно не осталось больше аргументов в пользу великой корпорации я же в отличие от кофеваров стараюсь называть вещи своими именами все высокодоходные проекты это хайп и рано или поздно они закрываются чтобы там красиво не вещала руководство компании если начинаются какие-то проблемы я тоже об этом говорю открыто я не стараюсь ситуацию как-то приукрасить или сделать вид что все хорошо прекрасная маркиза следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго